В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Финишная прямая считанный месяц остается до открытия нового здания театра Самарт. Одни воруют, другие сажают. На южном шоссе высадили новые туи взамен украденных. Не дали пополнить ряды ИГИЛ. Оперативники ФСБ задержали студента, собиравшегося в Сирию. Патриотизм как основа безопасности России. В Самаре проходит международный православный форум. Корреспондент телеканала «Самара ГИС» награжден серебряным знаком святого Алексия. Жилье для новой семьи и без ипотеки. В самарском зоопарке построили новый вольер для пары амурских тигров. Долгожданное открытие нового здания театра Самарт состоится следующим летом. Готовность объекта – 90%. До конца этого года основные работы должны быть закончены, после чего строители приступят к отделке. На реализацию проекта из областного бюджета было направлено 1,4 млрд рублей. Актеры и зрители с нетерпением ждут, когда зал откроет свои двери. Одной из первых в пресс-тур отправилась Марианна Мирная. Справа, слева, сверху, снизу, в центре актеры могут появиться откуда угодно. Новый зал театра Самарт оснащен самыми современными техническими новинками – видеоэкранами и пультом управления, поворотным кругом. Дополняется этот смелый проект трансформации зрительских кресел. Одним словом, все это пространство сценическое. На этой площадке, без портального этого пространства, можно разместить три спектакли. Я себе привожу этот пример. Там можно разместить «Мамаша Кураж», допустим. Здесь «Бумбараж» может быть размещен. А вот это тоже, это не балкон, это игровая площадка, где тоже есть определенные механизмы. Там может быть счастливый Ганс, ну, например. Реконструкция здания готова на 90%. Здесь может быть динамичная декорация. То есть стены зала – это продолжение зала. То есть медиа-экран, картинка, начиная от поля с березками, заканчивая триколором во всю стену. Мы можем сделать любое изображение на стенах. Новый зал может принять до 600 зрителей. Кроме сцены сделали гардероб и грим-уборный для актеров. О необходимости скорейшего завершения работ по реконструкции говорят на высшем уровне. По определению академика Митс Сергеевича Лихачева, культура – это активная память человечества. Это такая же базовая ценность, как патриотизм, уважение к истории, преемственность традиций. Живая связь этих ценностей и составляет духовно-нравственность тежень наций, без которого невозможно решение ближайших и стратегических задач не может быть процветающего государства. Действительно знаковый объект – театр юного зрителя. Все и документация, наконец-то, вся готова. И Николай Иванович подтвердил финансирование на следующий год под завершение. Я думаю, вы сами убедитесь в том, какой он уникальный и красивый, когда мы будем его открывать вместе с вами. Первая очередь гостиницы была открыта еще в 2006 году, после чего приступили к созданию единственного в своем роде проекта театрального комплекса. Новой сценой он не закончится. Впереди третья очередь – реконструкция малых залов и фойе. Ведь роза пахнет розой, хоть розой, назови ее, хоть нет. Знаменитая сцена на балконе из «Ромео и Джульетты» могла бы выглядеть совсем иначе, будь она поставлена на новой уникальной сцене театра «Самарт». Кто знает, может быть, такая постановка еще и будет, а пока к открытию готовятся два спектакля – «Иванов» и «Горе от ума». Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. 5 тысяч саженцев, деревьев и кустарников высаживают на Южном шоссе. Это лишь часть масштабного благоустройства, которое ведется в Самаре, в том числе в преддверии Чемпионата мира по футболу. Работы на Южном шоссе начались в июле и уже близки к завершению. Однако в бочке меда нашлась ложка дегтя. Недавно с нового газона украли кустарники. Олеся Корецкая продолжит. Работы по благоустройству Южного шоссе выполнены на 95%. Здесь посадили кустарники и деревья – туи, спереи, березы, каштаны, тополя. Конечно, сейчас пейзаж осенний, голо, но весной здесь будет очень красиво. Сейчас укладывают и засевают газон, убирают мусор, скоро установят бордюрный камень и укроют растения на зиму. 5 тысяч кустарников и деревьев теперь украшают Южное шоссе и не дают покоя вандалам. В одну из суббот, когда здесь образовалась большая пробка, рядом с дорогой есть композиция с шаровидными туями, две туи умудрились у нас вытащить. Но очень обидно, потому что композиции задуманы в целом. Если забирают одно растение, у нас нарушается композиция. Пока население города не все достигло того уровня, что все-таки это сделано для людей, должно радовать глаз, а не расти где-то на даче и радоваться, что лак лиза бесплатно. Вместо украденных кустарников посадили новые, композицию восстановили. За порядком и сохранностью растений теперь следят охранники. Работы по благоустройству контролируют сотрудники Департамента городского хозяйства, а также активисты Общероссийского народного фронта. Здесь получается игра в одни ворота, потому как чемпионат 2018 – это забота не только властей, а, конечно, всех жителей. Мы хозяева, мы принимаем гостей и заинтересованы в том, чтобы все прошло на высшем уровне, и мы показали Самару только с лучшей стороны. В следующем году на всех въездах в Самару установят оборудование для весового контроля, а также помывочные пункты. Грязь с больших колес не должна разноситься по улицам города. Такое поручение дал глава Самары Олег Фурсов. Тема же вандализма остается злободневной. Крадут кустарники, урны, скамейки, что не могут унести, портят, рисуют и царапают. Ну, невоспитанность у нас эта. Это точно невоспитанность. Это же безобразие, что крадут. Мне скамеечки так жалко. Я вижу, их уже разрисовывают, эти скамеечки. Газоны все затоптали. Ну, что это такое? Зачем выкапывать, когда тут такую красоту навели, выкапывать незачем. Вообще красиво. Сделали очень красиво. Есть надежда, что гражданская сознательность повысится, и люди перестанут безобразничать там, где живут. А за кражу и порчу городского имущества вандалов ждет административная и уголовная ответственность. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Полномочия в строительной сфере изведения области вернут на городской уровень. За соответствующий закон проголосовали депутаты губернской думы. Законопроект вызвал жаркие споры. Из 16 функций, что есть сейчас у Минстроя, ведомство категорически против расставаться с двумя. Право на выдачу разрешения на строительство и навод жилья в эксплуатацию. Минстрой предлагает те объекты, где требуется госэкспертиза, оставить за собой. Это позволит избежать проволочек с оформлением всех необходимых документов. Индивидуальное же и малоэтажное строительство предлагают отдать муниципалитетам. В итоге депутаты законопроект поддержали. Но с условием. Проработкой вопроса двух непереданных полномочий в ближайшее время займется специальная рабочая группа. Принято решение. Вот эти 14 полномочий, они передаются однозначно муниципальным образованием. А вот под этим двум полномочиями, это разрешение на ввод жилья и разрешение на строительство, мы сейчас создали, создадим в течение двух дней рабочую группу заинтересованных в этом вопросе. Эта рабочая группа отработает, как-то все-таки целесообразно, оставить ли эти полномочия за министерством строительства, либо передать в органы местного самоуправления. Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут 15 ноября на внеочередном заседании Думы. Коммунальный ликбез. В период отопительного сезона температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов в обычных комнатах и не менее 20 в угловых. Отклонение от нормы допустимо только в ночное время, об этом следует знать всем собственникам жилья, чтобы уметь защитить свои права. Специально для этого члены общественной палаты выпустили познавательную брошюру, коммунальную грамотность повысила и Алина Чемерис. Если температура горячей воды в кране ниже 40 градусов, платить за нее следует по тому же тарифу, что и за холодную. А перерыв подачи воды не должен превышать 4 часов, иначе нарушаются права собственников жилья. Чтобы повысить коммунальную грамотность жителей и помочь им совладать с нерадивыми управляющими компаниями, члены общественной палаты выпустили брошюру ЖКХ «Как защитить свои права». И эти брошюры направлены на то, чтобы люди учились защищать свои права, в первую очередь. А второе – это информационные. То, что люди должны знать, какие новые законы вышли, новые постановления, новые формулы расчетов и так далее и тому подобное. То есть для этого и мы выпускаем эти брошюры. Что такое ТСЖ, каковы задачи Совета Дома, что входит в оплачиваемую площадь? Этими вопросами чаще всего интересуются жители региона. Теперь ответы есть на страницах новой брошюры. В ней же разъясняется, как рассчитывается стоимость коммунальных услуг, из чего она складывается и что именно в нее входит. Полезным для жителей, пожалуй, будет и знание о том, как составлять акт приемки и проверки оказанных услуг или подавать заявление в госжилинспекцию. Здесь в конце брошюры есть бланки, которые упросят задачу собственникам, а также указаны сроки, в которые должно быть рассмотрено письменное обращение. За текущий период 2016 года выявлено порядка 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ, около полутора тысяч лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, порядка тысяч человек привлечено к административной ответственности. Это свидетельствует о том, что данная сфера действительно и болезненна, и актуальна для граждан. Брошюру о том, как защитить свои права в сфере ЖКХ, выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Издание направят в региональные ТСЖ и библиотеки. Электронную версию можно найти на сайте Общественной палаты Самарской области. Брошюру планируют распространить и по другим регионам страны. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Выпуск продолжит новости экономики. Почему компанией Apple заинтересовалась антимонопольная служба и на что потратят 1 млрд рублей из федерального бюджета, знает наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть все дешевеет. Сегодня за один баррель черного золота дают 51 доллар 41 цент. Американская валюта продолжает терять в цене. Курс валют на 26 октября. Доллар 62 рубля 4 копейки, евро 67 рублей 49 копеек. Золото стоит 2535 рублей, серебро 35 рублей 30 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 63 рубля 86 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 74 копейки. Федеральная антимонопольная служба начинает проверку компаний Apple. Поводом послужили заоблачные цены на iPhone 7 и 7 Plus. Больше 1 миллиарда рублей дополнительно получила Самарская область из федерального бюджета. Деньги направят в основном на продолжение строительства Фрунденского моста, подготовку к чемпионату мира по футболу и поддержку сельхозпроизводителей. А в Самаре прокуратура заставила три строительные фирмы погасить задолженность по зарплате. Общая сумма долга составила почти 5 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. Сотрудники областного управления ФСБ не допустили выезд в Сирию студента Тольяттинского государственного университета. Молодому человеку 18 лет. Он гражданин одной из среднеазиатских республик. По-русски говорит плохо. По данным силовиков, в начале октября его через интернет завербовали члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Молодой человек должен был пройти обучение в специальном лагере и затем участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Студент Тольяттинского вуза должен был лететь через Турцию. Вербовщики купили ему билеты. Однако во время очередной профилактической проверки ФСБ молодого человека задержали и взяли под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению». Ведется следствие. Далее коротко о других темах дня. Самарцев грозят оставить без канализации. Из-за долгов заводу. Только в октябре 480 злостных неплательщиков получили уведомление об отключении их квартир от благ цивилизации. Из них 10 уже лишились удобств. Средняя сумма их долга перед коммунальными службами составляет около 60 тысяч рублей. Всего же жители предприятий, управляющие компанией и прочие организации Самары за услуги холодного водоснабжения и водоотведения были должны к началу октября более миллиарда рублей. В Самарской области расходы на чиновников сократят на 15%. Кроме того, существенно урежут финансирование регионального парламента. Большинство депутатов будет работать на неосвобожденной основе, то есть не получая заработной платы. Также сократят штат управленческого аппарата Думы. Чиновников же пересадят на отечественные авто. На данный момент в автопарке правительства области появились 8 машин «Лада Веста», а 13 автомобилей «Ауди» выставлены на продажу. Пролетное строение Фрунзинского моста через озеро Банная смонтировано. Конструкция выполнена из монолитного железобетона. На ее возведение потребовалось 1600 кубометров материала. Работы завершились в соответствии с графиком. Далее подрядчик приступит к устройству дорожного покрытия и обустройству моста. Будут установлены опоры освещения, появится пешеходное ограждение и металлические барьерные ограждения для автотранспорта. Планируется, что до конца года будут возведены все береговые опоры моста через реку Самару. В Струковском саду может появиться театр. Планы по реконструкции парка обсудили на совещании в Самарской мэрии. Планируется, что заброшенное здание бывшего бассейна будет снесено, а на его месте построят театр. Инвестор, готовый вкладываться в этот проект, уже найден. Заключительный концерт 12-го международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Маэстро Марш» состоится в пятницу, 28 октября, в 6 часов вечера в ДК на площади имени Кирова. Он будет посвящен сразу двум юбилейным датам. Звучание марша Черницкого парад напомнит слушателям о 75-летнем юбилее проведения военного парада в Куйбышеве, 7 ноября 1941 года. А старинные солдатские песни марша Чайковского и Мусоргского перенесут во времена русско-турецкой войны 70-х годов 19-го века, когда Петр Алабин вручил Самарское знамя болгарскому ополчению. Вход на концерт свободный. Обработаны ли деревянные перила в школе противовоспламеняющимся средствам и одинаковой ли высоты ступени на лестнице, чтобы удобно и без падений эвакуироваться во время ЧП? Такие нюансы пожарной безопасности возможно проверить только на месте, а оперативно исправить их можно только в случае тесного контакта с городскими властями. А значит, защита от огня – дело рук местной власти, считают депутаты Гордумы. Народные избранники поддерживают муниципальную программу по противопожарной безопасности. На заседании контрольного комитета обсудили целесообразность выделения денег на нее из городского бюджета, когда об этом должны заботиться федеральные власти. Пришли к выводу, в случае с огнем ошибок не прощают и обратного действия не имеют. Городские власти должны нести ответственность за безопасность людей, особенно от пожаров. Поэтому, если мы полностью передадим муниципальную жизнь под ответственность федеральных структур, то, наверное, оттуда с большой колокольной они много чего не заметят. Поэтому наше сегодняшнее рассмотрение муниципальной программы заключается именно в том, что мы не ослабляем отношение к безопасности наших граждан. Ну и, конечно, приоритетно это все идет в детские сады, школы, вот дома социальной значимости. Да, когда старо-млад, способности или неспособности защититься от огня и не умеют еще придавать значение опасности вот этого явления. 25-25. Сегодня отмечается День таможника Российской Федерации. В этом году федеральной службе исполняется 25 лет. В торжественном собрании в Самаре почетными знаками наградили сотрудников и ветеранов, а также подвели промежуточные итоги работы в 2016 году. За январь-сентябрь этого года плановое задание по перечислению денежных средств в федеральный бюджет выполнено на 100% и составляет более 16 миллиардов рублей. А по импортной и экспортной составляющей план даже перевыполнен. Также за 9 месяцев из незаконного оборота было изъято более 14 килограммов наркотиков. 25 лет мы способствуем тому, чтобы наши граждане максимально жили в здоровой обстановке, связанной с тем, что товары, перемещаемые через таможенную границу, были пригодны для их использования гражданами. Еще одна награда журналистов телеканала «Самары ГИС». Соответственный редактор программы «События» Олег Зверев награжден серебряным знаком святителя Алексея, митрополита Московского. Вручение состоялось на пленарном заседании Международного церковно-государственного форума, посвященного вопросам патриотического воспитания. Для участия в форуме в Самару съехались выдающиеся ученые, богословы и общественные деятели из разных стран. Они поют простыми словами песнь Святой Руси, сохранившей православную веру. Таков лейтмотив Международного форума, на который съехались ученые, богословы и общественные деятели из разных стран. Сегодня мы должны быть едиными, как никогда. Сохранить цельность нас и наше духовное наследие культурное и историческое. В Самару приехал постоянный член Священного Синода, митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий. Он высоко оценил систему детских епархиальных образовательных центров. Когда князь Владимир начал строить храмы православные, то одновременно строил и школы, чтобы дать образование и духовное, и светское. И вот здесь как раз мы видим вот такой очень хороший пример для всей России, чтобы при храмах, при церкви, при епархии были образовательные центры. На Западе, вы представляете, на нас смотрят, как на спасителей. Спасители мира. Мы этого недооцениваем. Традиционные отношения в семье, в стране, между людьми, выступающие за сохранение ценностей, которые были свойственны человечеству тысячу лет. Во время работы форума вручены награды Русской Православной Церкви. Журналист телеканала «Самара ГИС» Олег Зверев награжден серебряным знаком Святого Алексея. Более 20 лет Олег занимается подготовкой материалов духовно-нравственного содержания на телевидении. Причем сотрудничает не только с Православной Церковью, но и с другими традиционными конфессиями. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Доступное жилье молодой семье – это не федеральная программа, а новый вольер для семейной пары амурских тигров. В Самарском зоопарке создают все условия для комфортного проживания редчайшего вида. Правда, будущие супруги еще не знакомы. Как они себя чувствуют в преддверии больших жизненных перемен, узнал Андрей Горгуленко. Амурская тигрица Кассандра еще не привыкла к повышенному вниманию. В Самарский зоопарк она попала совсем недавно и еще только осваивается. Да, она хорошо адаптируется. Единственное, что мы сегодня смогли с вами это увидеть, потому что достаточно много людей к ней заходило. А во всем остальном, то есть в основных параметрах адаптации – это то, что она хорошо кушает, то, что она не стрессирует. Это, да, все это происходит нормально. Тигр-кактус. Он в Самарском зоопарке почти с рождения. О своей будущей избраннице пока еще не знает. Познакомит их только после того, как пройдет обязательный карантинный период. А пока кактус гордо царствует в клетке в одиночку. И не ведает о переезде. Нынешняя клетка маловато для двоих. Для семейного вольера уже подготовили комфортабельную жилплощадь. Площадью 300 квадратных метров. И мы надеемся, что после того, как мы создадим определенные условия для этих тигров, появится пара, от которой мы надеемся, если все будет благополучно, получить потом потомство, и таким образом плодотворно поучаствовать в большой общефедеральной программе по сохранению аморских тигров. В разгар пресс-конференции в зале неожиданно появляется любимец журналистов – малыш-ягуар по кличке Азар, который тут же попал в центр внимания. Самарский зоопарк играет значимую роль в сохранении и разведении животных, занесенных в Красную книгу. Его сотрудники очень надеются, что семейная пара аморских тигров не будет тянуть с потомством, и у малыша-ягуара вскоре появится компания. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная Самара в матче Суперлиги на своей площадке уступила Новосибирску, хотя старт получился великолепным. Пять атак, и волжане впереди – 13-7. Но удержать игровое, а затем и очковое преимущество Самара не смогла. И первая четверть закончилась в пользу Новосибирска – 26-27. Старались бороться, но не могли ничего попасть, к сожалению. Чтобы выигрывать, надо забивать. В защите лучше стали играть, в нападении все броски промазали, поэтому без очков в нападении, конечно, невозможно сократить разницу, если не забиваешь. Второй период активнее начал Новосибирск, за пару минут увеличив отрыв до 7 очков. Защитники Самара, однако, справились с натиском соперника, а форварды сделали свою работу у кольца. На большой перерыв самарцы ушли, ведя в счете 37-35. «Недоволен только началом, когда дали сыграть лидерам. И Жуканенко в первой половине Солирова забил 11-12 очков. И Зазулин забил столько. То есть после первой половины у них два игрока забили больше, чем половина очков всей команды. С этими игроками поначалу не было такого персонального внимания к ним. Потом, когда сделали какие-то коррективы после перерыва, стали играть более жестко, более плотно. И, в принципе, получилось все». Третья десятиминутка прошла на равных. То одна, то другая команда вырывались вперед на пару очков. А вот в концовке матча Самара перестала забивать. А Новосибирск, наоборот, проявил свои снайперские качества. И табло показывало 17 очков в их пользу. Не смог изменить положение вещей на площадке, вышедший на замену в последние минуты матча и Евгений Минченко. В итоге игра закончилась со счетом 61-74 в пользу Новосибирска. «Пока мы не готовы играть в данный момент на протяжении всей игры. Отдельные отрезки играем, а отдельные просто провалы. Просто провалы. Что в защите, что в нападении». Самара терпит второе подряд поражение и занимает шестое место из 13-ти. Лидер Суперлиги Сахалин. Четыре победы в четырех встречах. На очереди у Самары темп из Ревды и Урал из Екатеринбурга. Матчи пройдут на выезде на этой неделе в среду и в субботу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова